Граждан Украины «Я услышала очень громкий взрыв. Я не поняла, что это. Все начали бежать. Мы сначала ничего не поняли, но потом все закричали, чтобы мы убегали». «Все выходили. Прогремел сильнейший взрыв. Я посмотрел вверх, откуда он раздался, и увидел, что люди кричали и буквально прыгали со своих мест через головы. Все убегали. «Я был в секторе 103, когда мы услышали громкий взрыв. Многие начали говорить, что это просто колонки. Все расслабились. Но когда мы вышли из дверей, то увидели на полу кровь». Манчестер-арена – крупнейший крытый стадион в Великобритании. Он способен вместить 23 тысячи зрителей. В тот вечер не было свободных мест. Ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГИЛ. За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, четверо получили ранения. На Луганском направлении боевики 9 раз обстреливали позиции украинских войск. На Донецком участке оккупанты 21 раз нарушили режим прекращения огня. В 11 эпизодах использовали запрещенные вооружения, в том числе переносная установка «Град-П». На Мариупольском направлении противник 29 раз открывал огонь. В четырех случаях применялись тяжелые вооружения. Верховная Рада Украины утвердила закон о введении квот на украинский язык на телевидении. С момента вступления закона в силу доля украиноязычного контента в недельном объеме будет составлять для национальных каналов не менее 75% эфирного времени. Для фильмов и передач квота составит 50% на государственном языке. Кроме того, крымско-татарский язык будет иметь такие же права на телеканалах, как и украинские. В Украине началось внешне независимое оценивание знаний. 23 мая школьники сдают первый обязательный предмет – украинский язык и литературу. Оценки по этим предметам, а также математики и истории Украины им зачтут как оценку за государственную итоговую аттестацию. ВНО продлится месяц. Украина сэкономила почти миллиард долларов благодаря внедрению системы Прозора. Об этом Владимир Гройсман заявил в ходе выступления на Всемирном форуме о публичных закупках Прима. Мы идем дальше. Один из важных задач для нашей страны – это эффективный продаж, публичный, конкурентный государственных компаний. Приватизация, которая даст возможность получать инвестиции в экономику нашей страны. Это следующий крок, который даст свой результат. Мы хотим, чтобы каждый представитель бизнеса имел независимость от того, с какой страны, имел ровный доступ к тех возможностей, которые сегодня есть в среде государства. Экономика Евросоюза восстанавливается. Об этом сказал вице-председатель Европейской комиссии Валдис Набровскис. По его словам, финансовое положение улучшается и в странах еврозоны, что может быть признаком восстановления стабильности. «В этом году весенние экономические рекомендации выходят на фоне положительных изменений. Европейская экономика восстанавливается пятый год подряд. Как ожидается в этом и следующем году, ВВП вырастет на 1,9%. Рост ожидают во всех странах-членах». Каждую весну Еврокомиссия опубликует финансовые данные по каждой из 28 стран-членов. Она также издает рекомендации по экономическим реформам и дисциплинарным мерам в отношении стран с несбалансированными бюджетами. В 2016 году 19 стран еврозоны сократили средний дефицит бюджета до 1,5% ВВП. В целом, по Евросоюзу этот показатель в прошлом году достиг 1,7%. Это намного ниже лимитов 3%, который установлен согласно правилам ЕС. Наибольший дефицит бюджета в Италии и Греции. Однако, по мнению представителей Еврокомиссии, Рим предпринял достаточно усилий, чтобы в этом году привести показатели в норму. «Что касается финансов, то общая картина продолжает улучшаться. В нескольких странах по-прежнему высокий уровень государственного долга и долга корпораций. Эти показатели нужно уменьшить». Помимо Италии и Греции, лимит дефицита бюджета превышают такие страны, как Франция, Испания и Великобритания. Еврогруппа не смогла одобрить выделение очередного транша финансовой помощи Афинам. При этом его выделение все еще может произойти в ближайшие недели. Речь идет о сумме в 7,5 миллиардов евро. Ранее парламент Греции одобрил урезание пенсии и повышение налогов. Эти реформы – одно из требований кредиторов, которые оказывают Афинам финансовую помощь. Левое правительство приняло новые меры экономии за 4 дня до встречи министров финансов зоны евро в Брюсселе. Во Всемирной организации здравоохранения выбирают нового генерального директора. Днем ранее глава организации выступила с речью. В ней она призналась, что несколько лет назад ВОЗ слишком медленно отреагировала на смертоносную эпидемию Эболы, которая унесла жизни более 11 тысяч человек. ВОЗ слишком поздно распознала, что вирус Эбола при его первом появлении в Западной Африке будет вести себя совсем иначе, чем при прошлых вспышках в Центральной Африке, где вирус был редкостью, но его знали, и сдерживающие мер были хорошо отрепетированы. Вспышка Эбола началась в Западной Африке в декабре 2013 года. В последующие 20 месяцев сильно пострадали три страны – Либерия, Гвинея и Сьерра-Леоне. В мае 2014-го организация «Врачи без границ» сообщила о серьезной эпидемии и призвала международное сообщество ИВОЗ выделить больше людей на борьбу с Эболой. Однако Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку всемирной опасной лишь через три месяца. «Это произошло при мне, и я несу личную ответственность». В то же время Маргарет Чан отметила, что неудача с Эболой стимулировала полезные реформы в ВОЗ. Также разработали вакцину и новые программы быстрого реагирования. При этом она признается, что этих мер по-прежнему недостаточно. «Как ваш генеральный директор, я рассматривала свои задачи сделать всё возможное, чтобы трагедия в таком масштабе не повторилась. Время покажет, стал ли мир более защищённым в результате новой программы быстрого реагирования». Чан из Гонконга. Она возглавляла ВОЗ 10 лет. Нового генерального директора будут выбирать среди трёх кандидатов из Великобритании, Эфиопии и Пакистана. Интерпол объявил в розыск экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли. Его обвиняют в коррупции и незаконной слежке за политическими оппонентами в период полномочий в качестве главы государства. Этот пост он занимал с 2009 по 2014 годы. Комиссар национальной полиции Панамы сообщил, что в отношении Мартинелли Интерпол выпустил документ под названием «Красный циркуляр». В нём содержится запрос на незамедлительный арест и экстрадицию бывшего президента. Верховный суд Панамы выдал ордер на арест Мартинелли в декабре 2015-го после того, как тот не пришёл на судебное слушание. Предполагается, что он уехал в Майами в США. В прошлом году Панама направила в Госдепартамент запрос об экстрадиции экс-президента, однако Мартинелли пока не выдали. При этом бывший глава Панамы отрисает вину в каких-либо правонарушениях. Накануне он написал в Твиттер, что его преследуют по политическим мотивам действующий президент Хуан Карлос Варелло. Варелло во время правления Мартинелли занимал должность вице-президента Панамы. Ещё в 2011-м он обвинил президента в коррупции и попытках влиять на законодательную и судебную ветви власти. В ответ Мартинелли потребовал от Вареллы уйти в отставку с поста вице-президента. Однако тот отказался. Если суд Панамы признает Рикардо Мартинелли виновным по всем пунктам обвинения, то ему грозит 21 год тюрьмы. Уже осенью в Киеве на территории национального комплекса «Экспоцентр Украины» может появиться музей монументальной пропаганды. Сюда свезут скульптуры и памятники, демонтированные в процессе декоммунизации. Цель музея – показать, каким образом тоталитарный режим влиял на массовое осознание людей посредством искусства. Мы получаем место, которое станет своим родным символом того, что мы перегорнули сторона коммунистического минулого, как это сделали уже все цивилизованные страны Европы. За последние два года было снесено около 2500 памятников, связанных с тоталитарным прошлым. Авторы проекта уверены, более важные этапы декоммунизации еще впереди. Извиниться символов тоталитарного минулого, то, что мы уже сделали за последние два года, это только первый шаг декоммунизации. Второй, и, наверное, еще важнейший, на самом деле, шаг – это переосмыслить это тоталитарное минуло. Никогда снова, это именно то, что должны будут промышлять, экспонаты этого музея, который мы сегодня с вами створим. На территорию музея, а это около двух гектаров, со всей страны свезут Ленина, Сталина, Петровских и других деятелей коммунистической эпохи. Их выставят на этой аллее в парковой зоне. В закрытой части музея представят архивы и объяснят, для какой цели сооружали тот или иной памятник. Открытие выставки планируют приурочить к столетию Октябрьской революции. Однако до этого еще предстоит собрать около 15 миллионов гривен. Часть этой суммы уже есть, вход в музей будет бесплатным. Кураторы надеются, что экспозиция станет очередным туристическим местом и позволит по-новому взглянуть на историческое прошлое Украины. Обилием цветущих роз вновь встречает посетителей крупнейшей в мире частной розари в итальянском городке Каврилья. Когда-то здесь располагался небольшой сад, в котором насчитывалось около полутысячи растений. Их начал выращивать вскоре после Второй мировой войны итальянец Рамбальдо Финески. Позже сад перешел к его сыну Джан Франко. Хирург по профессии, он оказался и страстным любительным цветов. При нем небольшой сад превратился в огромный розарий на площади в три гектара. После смерти Джан Франко в 2010 году о розарии начали заботиться его дочери. Они называют этот сад музеем роз. «Нельзя, чтобы все это пропало. За всем этим стоят годы исследований, страсть и любознательность. Мой отец был хирургом-ортопедом. Работа была его огромным увлечением. И таким же увлечением стали розы. У него было две сильных страсти – розы и музыка». В ботаническом саду растут более 8 тысяч различных видов цветов. Среди них дикие розы, которые можно встретить в разных уголках планеты. Множество старинных сортов с длинной родословной, а также гибриды, которые выводят с конца позапрошлого столетия. По розарию свободно гуляют собаки, кошки и даже коросавцы-павлины. Они добавляют шарма к прекрасному саду. «Здесь все отлично организовано. Сад очень известен. Павлины красивые прогуливаются. И животные свободно ходят. Поэтому сад уникален». Но, конечно, самые сильные впечатления производят сами розы. «Я просто поражен этим зрелищем. Розы очень красивые. В них столько эстетики. Они тянутся к небу и рождается прекрасный пейзаж». В Розарии постоянно приезжают из разных уголков мира профессионалы, которые изучают и разводят эти цветы. «Некоторые розы, пусть и красивые, вытесняются другими не менее красивыми новыми сортами и пропадают с рынка. Это относится к античным розам, а также к цветам 40-х, 50-х и 70-х годов, которые больше не продают даже их гибридизаторы. Но здесь их собирают и сохраняют». Розарий Джанфранко Финески открыт для посетителей с мая по август. В другое время года здесь проходят ботанические конференции.